Лучезарный Максим Панов заряжает своей невероятной положительной энергией окружающих. И это неудивительно. 19-летний молодой человек, несмотря на жизненные трудности и преграды, выбрал для себя путь, полный интересных открытий, творчества и ярких красок. Я стараюсь как-то себя реализовывать везде. Быть и творческим, и в каких-то социально значимых проектах участвовать, благотворительные, концертные. Просто проживать жизнь так, с пользой, как хочется, и к чему-то, безусловно, стремиться, к какому-то светлому будущему. Максим признается, главный источник его вдохновения и жизненных сил – это музыка. Музыка – это исцеление. Потому что музыка, она дает тот импульс, когда ты чувствуешь, что тело наполняется какой-то гармонией, когда ты видишь восхищенные глаза людей, это просто, это повышает твое настроение, это мотивирует тебя двигаться дальше. Петь он начал еще в детстве, а сейчас берет индивидуальные уроки по вокалу и уже более двух лет посещает занятия инклюзивного клуба «Дорога в жизнь», где учится сценическому искусству, хореографии и исполняет любимые композиции. Руководитель клуба Елена Толстокорова рассказывает, когда Максим присоединился к их команде, он поразил всех своими вокальными данными, но были небольшие проблемы с танцевальными движениями. Да, он умел уже петь, но он не очень умел двигаться. И вот как раз хореография здесь очень хорошо ставится, что уже я смотрю хороший результат по движениям, рядом люди тоже немножко уже на него ориентируются. Елена отмечает настойчивость его главное качество. Совсем недавно, чтобы участвовать в конкурсе, где не была заявлена возрастная группа Максима, ему удалось убедить организаторов и пройти отбор. Когда нам сказали, что ваша возрастная группа не заявлена, мы подготовились, и я сдалась, и сказала, ладно, хорошо, в следующем году. Но Максим сказал, нет, пойдем к директору в этом году. Я удивилась этой настойчивости. То есть я спасавала как руководитель, а он твердо сказал, нет, я не согласен. Это очень хорошее качество вообще для юриста, на кого он учится, потому что там нужно будет справедливую точку зрения отстаивать. О профессии юриста Максим Панов мечтал с восьмого класса и уверенно шел к своей цели. Сейчас он студент второго курса Московского регионального социально-экономического института. Я поступал на юридический только потому, потому что я чувствую, что мое призвание помогать, где-то сопереживать с человеком, где-то вместе с ним радоваться. Потому что в наше время сейчас это очень важно, уметь сопереживать и уметь радоваться, как и своим успехам, так и чужим. Максим старается не только себя каким-то образом поднимать на новые ступени с каждым днем, но он старается делать вокруг мир намного лучше. Максим активный участник всех значимых событий учебного заведения. На мероприятиях выступает как ведущий, читает стихи, исполняет песни. Его общественная деятельность отмечена многочисленными грамотами и благодарственными письмами. Мальчик просто замечательный в поведении, воспитании, очень пунктуальный, очень ответственный, тактичный. Прямо вот борец, скажем так, за справедливость. Очень пытливый ум, то есть ему надо все знать, ему нужно докопаться до каждой истины. На своем примере Максим Панов доказывает, что несмотря на непростую жизненную ситуацию и физические ограничения, благодаря труду, упорству и вере в свои собственные силы, можно добиться желанного успеха и всех поставленных целей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ.